Сколько у пацанов. Смотка сгорела. Без жертвы, однако теперь без личных вещей и обмундирования. В селе Нижняя Павловка Оренбургской области сгорел палаточный городок. Сгорел долго, а пожарных машин ждали из города. Пока вторая приехала, загорает. В пожаре мобилизованно обвиняют пьяных офицеров. В тот же день, 9 января, произошел еще один пожар. Но уже в Братске, Иркутской области, горел военкомат. По данным полиции, причина возгорания – неисправность электропроводки. Однако, по словам очевидцев, военкомат подожгли. Желающих отдать жизнь за амбиции Путина в России не так уж много, говорят правозащитники. Участились случаи, когда уже военные, призванные по мобилизации, отказываются воевать, отказываются убивать людей и так далее. И для этого существуют, я так понимаю, делают какие-то специальные тюрьмы. Сейчас, кстати, говорили про гауптвахты, то есть военные тюрьмы, которые обычно есть в армии, а сейчас хотят создать и условно заняем боевых действий. Люди отказываются и держатся в этих подвалах по информации ряда СМИ, по информации родственников. Вот, что такие люди есть, что с ними происходит, непонятно. Родственники тоже не знают, что с их близкими. Живы, ранены, в плену или погибли. Ведь российские власти скрывают правду. Так, военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин отказался публиковать списки российских военных, погибших в новогоднюю ночь в результате ракетного удара по Макеевке Донецкой области. Списки нельзя публиковать, во-первых, это персональные данные, а во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок. Списки публиковать нельзя, технику давать не обязательно, а оказание бесплатной психологической помощи для участников боевых действий и вовсе вздор. Правительство России не поддержало законопроект о предоставлении бесплатной психологической помощи, назвав это избыточной мерой. А вот женщин в армию призывать очень даже можно и прямо из колонии. В эти два месяца, когда было какое-то условное затишье в плане мобилизационных действий, были приняты ряд разных законопроектов или высказаны какие-то инициативы, и сейчас они тоже высказываются. В частности, например, депутат, кажется, из Екатеринбурга предлагал призывать через ЧВК Вагнер, в том числе и женщин осужденным. Психологическое напряжение среди мобилизованных велико, говорят эксперты. Случаев дезертирства все больше. Бегут россияне от мобилизации как таковой. Пятеро граждан России уже несколько месяцев живут в аэропорту Инчхон в Южной Корее. Им отказали в убежище, потому что уклонение от призыва в армию корейские власти достаточным основанием для предоставления статуса беженца не считают. К слову, уже в скором времени возможность покинуть Россию мужчинам призывного возраста может и вовсе исчезнуть. Сегодня Федерации активно обсуждают вопрос о закрытии границ.